Здравствуйте, Сергей. Продолжим наш разговор. В прошлый раз мы говорили, закончили наш разговор о том, что СОТО дает возможность, просто друг другу доверяя, экономить на безопасности. А скажите, как вы думаете, на ваш взгляд, сегодня безопасность является неким продуктом, спрос на который мы покупаем за счет передачи своих свобод этому производителю, это безопаснее государству. И может быть какая-то другая альтернатива. Все говорят, что вы же не хотите, чтобы террористы куда-то проникли и так далее. Это пугалки, страшилки, которые на сегодняшний день заставляют нас жертвовать нашими свободами, ну вообще тут мы как бы прозрачные, вы говорите, но у нас и выбора нет. Камеры смотрят отовсюду, за пальцами, за движениями, по клавиатуре тоже следят, куда зашли, чего посмотрели. И соответственно там и товар вам предложат. Ну мы сейчас обсуждаем классическую разводку 90-х, когда бандиты приходили, грабили ларек, а потом приходили другие и говорили, знаете, вот мы можем вас от них защитить. По итогу выяснялось, что это одни и те же. Просто одни предлагали помощь за деньги взять под защиту кого-то. Это классическая, как говорится, манипуляция, которую надо ли обсуждать. Я думаю, что большинство людей это понимают. Но если говорить о безопасности, об издержках на безопасность, то тут надо говорить о чем? Что в любом, назовем это бизнес-процессе или каком-то социальном процессе. Ну если говорить про бизнес-процесс, есть три составляющих. Вот надо, их всего три на самом деле. Есть капитал, есть знание. Отчасти это является тоже капиталом, но мы говорим о знаниях интеллектуальных. И компетенции. Компетенция, знания. И третье – это риск. Вот в любом бизнес-процессе есть всего, ну так если глобально взять, три составляющих. И дальше мы просто делаем очень простую вещь. Мы делаем вот как на микшере, да, можем балансировать. Мы можем поднять до бесконечности риск. Тогда нам, чтобы быть успешным в бизнес-процессе, нам может быть меньше нужного капитала и меньше знаний. То есть, ну мы гоп-стопом занимаемся. Очень высокий риск, очень мало знаний и очень мало капитала. Да, то есть, дальше мы там можем порегулировать, да, значит, сделать очень мало риска, очень много капитала и очень мало знаний. Недвижимость. Вложили 5 миллионов долларов, недвижимость, сдаем в аренду. Не очень низкая, достаточно низкая эффективность, но при этом у нас минимальные риски, мало знаний. Ну и у нас как-то тоже все работает. Идеал, это когда мы имеем, допустим, и интеллектуальный пример, допустим, это у нас мало капитала, много риска, ну или средний риск, да, и очень много интеллекта. Это и сфера IT. Мы запускаем 5 стартапов, из них один выстреливает, да, который окупает все 5 и еще слегка, там, 10 раз. То есть, если мы в рамках, опять же, вот этой коммуникации, или соты назовем ее так, да, убираем полностью почти до нуля риск, безопасность, внутренняя коммуникация, мы не тратим сюда, мы уже начинаем быть очень успешными относительно тех, кто туда, на это тратит очень много усилий. Хороший пример, просто есть история сицилийской мафии. То есть, была Коза Ностра с вертикальной дегрированной системой управления. То есть, это семейный клан, то есть, был тот самый крестный отец, его родственники, сыновья и так далее, и так далее, и так далее. И на какой-то момент появилась Камора. Камора – это та же самая структура, ну, криминальная структура, но распределенная сотовым образом. Принцип Камора – приведи своих двух друзей, открой свой бизнес. То есть, они давали капитализацию, они давали безопасность, да, но ты сам управляешь со своими друзьями какой-то ячейкой, какой-то сотой. Так вот, в итоге, по итогу оказалось, что Камора более успешна экономически и гораздо быстрее развилась, и, по сути, победила Коза Ностра только за счет совершенно другой структуры управления. То же самое происходит и в бизнесе, то же самое происходит между странами. То есть, если внутри страны меньше, больше системы доверия, меньше системы, а как бы меньше тратится на безопасность внутреннюю между людьми, эти страны будут более успешны. Ну, безопасность либо она обеспечивается системой принуждения, да, то есть, соблюдение закона, там, правил определенных, или это репутационная, да, вещь, которая, ну, я не буду нарушать правила моего сообщества, потому что я не хочу быть изгнанным из него, ибо мне в нем хорошо, мне в нем удобно. И то, и другое работает, с одной стороны, причем и то, и другое работает на разном интеллектуальном уровне объекта, которому мы это применяем. Если объект имеет три класса образования, с трудом умеет читать и писать, да, то есть, как в Америке, да, 13% населения чернокожих делает 75% преступности, да, то есть, всей, то, извиняюсь, но уговорами там тяжело что-то сделать, да, то есть, если мы имеем высокий уровень развития личности, то уровень морали и репутационные риски, они выходят на первый план, и человек меньше задумывается над принуждением, а больше задумывается над, собственно говоря, репутационными потерями, экономическими последствиями этих репутационных потерь. Поэтому и то, и другое работает. Но если наращивают армию таких ребят, которых принято в народе называть космонавты, то, скорее всего, отношение государства к своим гражданам, наверное, что это все трех классов образования, жулики, которых надо строить в ряды. Если мы говорим о России, да, мы говорим просто о классическом конфликте, скажем так, я не называю их никогда элитой, потому что это даже смешно, да, то есть, ну, скажем так, властной верхушке относительно населения, да, то есть, по большому счету, то есть, идет неправомерное распределение доходов. Называть это можно как угодно, грабеж, там, еще как-то, обман, там, еще что-то такое, но идет очень неправомерное распределение, да, и оно идет за счет силового блока, который не позволяет его распределять более, скажем так, равномерно и более справедливо. То есть, нарушен принцип справедливости, причем он очевидно нарушен. Он во всех странах мира, он так или иначе как-то нарушен, да, то есть, но когда... Он, причем есть в социологии признак, что если такое нарушение, разрыв между бедными и богатыми происходит, по-моему, если я не ошибаюсь, в семь раз, то это уже предреволюционная ситуация, и уже стоит задуматься о том, что что-то в государстве не так. На момент, когда учился Российской академии госслужбы, это было там почти 10 лет назад, тогда уже разрыв составлял, по-моему, в 17 раз. Сейчас, по-моему, он увеличился уже до каких-то небес, ну, естественно, для того, чтобы эту социальную несправедливость компенсировать, наращивается просто силовой блок. Ну, это путь в никуда, то есть, очевидно, понятно, чем он закончится, но, к сожалению, другого пути уже назад нет. Никто уже не сделает шаг назад, не остановится, не перестанет. Ну, к сожалению, то есть, мы свернули не туда, там, наверное, в 11-12 году, после, там, памятных аркировок, там, да, условно, когда власть, по сути, была уже несменяема стала, то есть, ну, и мы идем в эту точку. Ну, а вот, если говорить о ресурсе, о таком, как коммуникация, ведь, на самом деле, это же тоже ресурс был, и пропаганда работала, потому что у нее был, там, канал телевизионный, там, эфирный, радио, газета большая над миллионными тиражами, которая по всему Советскому Союзу, как я помню, распространялась. А на сегодняшний день коммуникации-то мы отвоевали, насколько я понимаю, через интернет и различные средства. Я думаю, это глубочайшее заблуждение, я думаю, что процентов 60-70 страны, как продолжала смотреть Первый канал, так и продолжает, и ничего мы здесь не отвоевали, то есть, соответственно, может быть, тренд какой-то в эту сторону идет, то есть, и, опять же, ему идет постоянное какое-то сопротивление с попыткой, там, затормозить что-то, запретить что-то, там, вот, два года назад воевали с Телеграмом, безуспешно, там, на днях воевали с Твиттером, опять безуспешно. Но поэтому, видимо, эта война и ведется, потому что у государства возникает страх, что оно теряет влияние свое на своих подданных. Ну, я вкратце объяснил, собственно говоря, мы сделали неправильный выбор в какой-то момент, и дальше эта дорога в одну сторону, то есть, ну, дальше операционные какие-то действия, ну, оперативные действия, тактические, как я это говорил, клаузис, да, то есть, стратегические просчеты не компенсируются никакими тактическими успехами. Все, то есть, ну, это тактические какие-то успехи, да, там, вот, промыть мозги, устроить какой-то скандал, кого-то в чем-то обвинить, там, да, там, поливать кого-то из ведра, извиняюсь, дерьмом, там, да, как я вот слышал, там, происходит на первых каналах, там, да, ну, в прямом смысле слова, да, это не фигурально, да, то есть. Ну, это тактика, да, то есть, это тактика, ну, это, как говорится, ну, давайте наращивать дальше уже, там, Росгвардию, которая уже больше, там, чем регулярная армия, давайте набирать по объявлениям хэдханта или снайперов, да, причем с формулировкой без опыта, без особых навыков. Я не понимаю, что такое снайпер без особых навыков, я занимаюсь стрельбой, то есть. А что, такие объявления? Да, 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 это прям буквально вчера эти объявления вытащили и на Дожде, об этом рассказывали, и вчера фотографии были в том же Фейсбуке, прям вот. Сергей, ну, вот интересно опять, если говорить об этой сотовой модели устройства, которая, как бы, вот, с ваших слов, она опять возвращается, только реинкарнируется там по-новому. Она не ведет ли вот к такой, ну, пусть даже небольшой атомизации сообществ и сепарации вообще, как бы, как таковой, которая может разрушить сегодняшнюю страну или государство, какой-либо, как бы, вызовом оно не является в этой связи? Или это, так сказать, чисто построено на коллаборации взаимодействия, в том числе и между сот? Ну, во-первых, соты не могут с ним взаимодействовать, потому что они находятся в непосредственном контакте между собой. То есть мы прекрасно можем, там, быть в мире, там, финансов и банковского бизнеса, ну, хочешь, не хочешь, нам нужны такси или нужны повара, да, то есть мы где-то все равно с ними, когда мы с кем-то лавочниками контактируем, что-то у них покупаем, они у нас кредиты берут, там, допустим, да, то есть, как бы, и делают какой-то свой бизнес, потом нам продают какие-то булки. Там коммуникация все равно есть, это единое тело. Просто я говорю о том, что на сегодняшний день, да, то есть, вот это тело становится другим по содержанию. И да, это уже начинает выходить за рамки классических государств. Да, это выходит за рамки классических, ну, международные корпорации на сегодняшний день практически не подчиняются уже никаким государственным законам. То есть, корпорация Apple может открыть завод щелчком пальцев, хотим сегодня в Индии, завтра в Китае, послезавтра в Бразилии. И их, в общем-то, по большому счету, не так сильно беспокоит, что по этому поводу скажет то или иное, назовем это государство. Ну, потому что государство, скорее всего, согласится, чтобы они открыли там завод. То есть, это больше их желание, чем уже даже, потому что их капитализация и сила настолько стала большая, что они могут уже на это влиять. Я еще раз говорил, что мир претерпевает колоссальную трансформацию. Каким он будет... То есть, мы очень редко задумываемся, что человек стал непосредственно контактировать с устройством электронным в 2008 году. Это когда Стив Джотс сделал айфон. То есть, это первое, когда не потребовался ни стилус, ни мышка, а непосредственно это пальцы, тачпад. И человек стал непосредственно контактировать с электронным устройством. Теперь это электронное устройство у всех. То есть, мы не представляем даже жизнь без этого. То есть, мы на сегодня находимся в едином целом по всему миру. Мы сейчас можем взять телефон, интернет достаточно дешев. Средства коммуникации стали настолько доступны, что язык становится больше и больше универсальным. У нас почти все, если нисколько не говорят, но уже, по крайней мере, читают на английском языке. То есть, мы не можем найти ни одной страной мира, куда бы я ни приехал, от Египта до какой-то страны еще взять, в Европу, Азию, Таиланда. Они все говорят на каком-то уже универсальном языке. Мы все уже можем коммуницировать. Нам меньше и меньше нужны вот эти вот рамок. Законодательных, экономических, финансовых, валютных. То есть, мы все потихонечку становимся. И мне проще коммуницировать с группой людей по интересам. Сидя в Москве, я могу коммуницировать со Штатами, с Европой, еще с кем-то. То есть, у нас есть как группа товарищей, 50 или 100 человек, которые увлечены, допустим, одним направлением. Или он связан с одним направлением бизнеса. Ну, зачем мне, извиняюсь, государство для того, чтобы позвонить кому-то или с кем-то поговорить или написать письмо. Но государство это как бы все-таки мы понимаем как... Государство как регулятор. Как регулятор. Мы берем идеальный государство, мы берем российское со своими изъянами. Мы говорим, вот есть некий регулятор. Регулятор между собственниками. Он задает некие правила игры, он задает правила игры. И мы, как собственники бизнеса, собственники интеллекта, собственники капиталов, мы должны в рамках этих правил как-то взаимодействовать между собой. Я говорю о том, что на сегодня мы уже можем задавать некие правила внутри себя. Внутри сообщества. Без участия абсолютно государства. Когда оно пытается к нам, скажем так, внедриться как регулятор через, допустим, валюту, мы говорим, окей, хорошо, не надо. У нас биткоин есть, мы тогда... Тогда спасибо, не надо. Ну, вы нам мешаете. Ну, государство пытается внедриться даже в сферу свободы совести, как мы видим. Но у меня вопрос такой. А что представительная власть как таковая перестает вообще быть нужной? Да, вот эти депутаты, наши представители, если мы коммуницируем напрямую. Вот мы вернемся опять к разговору изначальному, когда я говорил о том, что сотовая модель, какой она имеет особенность. Сотовая модель живет в рамках некой идеологии. В рамках некого общего смысла. То есть представители каждой соты могут коллегиально или должны коллегиально вырабатывать некие... Ну, каждый говорит, вот я хочу, чтобы было вот так. Там какие-нибудь выходят филателлисты, говорят, а мы хотим, чтобы было вот так. Окей, это как-то сочетается с нами, но вот здесь не сочетается. Там оружейники выходят, говорят, а мы хотим, чтобы было вот так. Там рыбаки, и так далее, да, то есть вот разные группы совершенно, да. Но представители каждой соты, то есть они создают некий смысл. Вот мы находимся на этой территории. Вот мы куда идем? Вот мы куда? Мы идем вот туда, да. Мы конкурируем с кем-то? Да, конкурируем. Давайте объективно говорить. С кем мы конкурируем? Как мы конкурируем? Да, какие у нас есть преимущества, да, там. Какие преимущества в России есть? Ну, в России, допустим, очень выгодно морозить пельмени. В Сибири. Ну, огромные территории, и постоянно холодно, да, и вечная мерзлота. Ну, как бы, вот экономическое преимущество, да, то есть можно морозить пельмени. Можно хранить в вечной мерзлоте какие-то продукты десятилетиями для кого-то, да. Ну, кто-то вот захоранивает ядерные отходы. Вот, но, кстати говоря, это тоже, да, когда говорят об экологии, о ядерных отходах. Ребята, у нас территория, где не ступала нога человека, да. Ну, наверное, неприятно осознавать, что как бы с твоей стороны делают некую там ядерную помойку, да. Ну, если мы говорим о локальном, условно говоря, захоронении в рамках, там, не знаю, нескольких километров, относительно, там, миллиардов, там, миллионов, там, квадратных километров, ну, как бы, это смешно даже говорить, да. То есть, если это, эти деньги, как говорится, опять же, эти капиталы не разворуются, инвестируются в экономику страны и даст развитие для остальных жителей, это нормальная экономическая программа, это нормальная сделка. Если, конечно, мы говорим о том, что давайте там захороним их, черт знает как, они будут растекаться в реке и в моря деньги украдем, ну, наверное, это плохая сделка, да. То есть, для государства, как для агломерации. Вот и все, то есть, это один из примеров. Хорошо, спасибо. Мы можем продолжить просто о чем? О чем мы поговорим там теперь, потому что я разбил примерно по 20 минут. Я понимаю, да, да. Вот. То есть, в принципе, ну, как бы, такая тема, ну, она как бы такая вот. Ну, никак ее не привяжешь, блин, к, ну, в смысле, не привяжешь, к философской теме. Абсолютно, да. Я и думал, что это должна быть социально-философская эта история. То есть, мы больше даже, знаешь, мы можем как-то пофантазировать на тему будущего. Причем я пока, вот я прямо вот сказать, что я могу спрогнозировать, во что это выльется. Вот пока появление ли это государств без государства, не знаю даже. Продолжение следует. Продолжение следует...